В понедельник неизвестные люди с оружием захватили военную базу в Бахчисарае, открыв огонь. Им в этом помог командир части, который перешел на сторону оккупантов. Очевидцы рассказывают, представители так называемой самообороны Крыма, которую возглавляет полковник Российской Федерации Макогонов, потребовали от украинских военных предоставить им 10 грузовиков, а на здании части вывесили российский флаг. Украинский военнослужащий Ярослав Александров покинул базу после захвата. «Я стоял возле казармы, а к нам подбежали и сказали сдавайтесь. Мы сказали не сдаемся и в нас начали стрелять. Стреляли по ногам и мы сразу сдались. А что нам делать было? Мы без оружия. Нам сказали принимать русскую присягу. Некоторые отказались, а некоторые сказали, что принимают присягу русскую, крымскую. И я ушел сразу же из части». Неизвестные с оружием также захватили склад боеприпасов отдельной ракетной технической части в Черноморском и разоружили ее личный состав. Был захвачен и военный госпитал в Симферополе, в то время как в больнице прибывало 20 пациентов, часть из которых тяжелобольны. Сотрудников собрали в зале, чтобы познакомить с новым руководством учреждения. Начальник Симферопольского военного госпиталя Евгений Пивоваров, которого сразу уволили, сказал, что нападавшие пытались завербовать сотрудников больницы, в то время как его удерживали неизвестные. «И удерживался в этом автобусе порядка 30 минут. В это время на территории госпиталя эти же люди пытались беседовать с нашими сотрудниками, предлагали им принять присягу на верность народу Крыма». А на полуострове создаются собственные вооруженные силы. В понедельник крымский премьер Аксенов принял присягу на верность Крыму у 186 добровольцев. Ко дню проведения референдума, назначенного на эти выходные, их численность планируют увеличить до полутора тысяч военных.